Беременным женщинам окружных сел стало проще бесплатно вылететь в Наринмар на обследование. На заседании администрации рассмотрели дополнение в порядок предоставления бесплатного перелета беременным женщинам при необходимости обследования в медицинских учреждениях Наринмара. Альтернативная мера социальной поддержки позволит вылететь в столицу региона даже в сложных финансовых условиях. Возможность улететь в Наринмар на обследование беременные женщины населенных пунктов округа имеют и сегодня. Принятые поправки дают женщине право выбора – купить билет самой и получить за него денежную компенсацию или лететь по направлению врача. Если сейчас беременная женщина покупает билет за собственные средства, а потом получает его компенсацию, то данный механизм дает женщине альтернативу. Если она не имеет на тот момент собственных финансовых средств, то она летит по направлению медицинского работника, а потом компенсируется стоимость билета авиаперевозчику. Альтернативная мера поможет беременным женщинам, которые находятся в сложной финансовой ситуации, все-таки прибыть в Наринмар для прохождения медицинского обследования. Для оформления бесплатного авиабилета женщине необходимо обратиться к перевозчику с паспортом и гарантийным письмом об оплате проезда. Позже стоимость перелета будет компенсирована транспортной компанией в полном объеме. Также на заседании администрации был утвержден новый порядок компенсации расходов на зубопротезирование. Сегодня эту меру дополнительной социальной поддержки получают неработающие граждане старшего поколения, которые постоянно проживают в Ненецком округе. В целях оптимизации расходов мы предлагаем предусмотреть однократное предоставление указанной меры социальной поддержки. В настоящее время она предоставляется один раз в три года. И в связи с этим положение дополняется новым основанием для отказа – это обращение гражданина, ранее получавшего компенсацию. Сумма компенсации составляет не более 30 тысяч рублей. С 2011 года этой мерой дополнительной социальной поддержки воспользовались более 2100 человек. 784 жителя округа получили эту помощь более одного раза. Валентина Чибичик, Антон Водряков, Телеканал Север.